Я хочу уточнить вот именно про руководство ЭК-3 в Харпе. Мы видим, что действительно по формальному, наверное, в первую очередь признаку их включили в эти санкционные списки. Но насколько мы можем судить и что мы конкретно знаем об их причастности к пыткам, к убийству Навального? Что мы можем сказать на этот счет? Ну, вы знаете, во-первых, эти люди, безусловно, причастны к пыткам Алексея Навального и множества других заключенных. Это именно они не обеспечили того, чтобы в колонии был не то чтобы нормальный, а элементарный какой-то медицинский уход, медицинская помощь за заключенными, в том числе и за Навальным. Именно они назначали без всяких причин условия в колонии особого режима, расположенной за Полярным кругом, налагали дополнительные наказания и ограничения без видимых поводов на Алексея Навального, без конца выдавая ему условия содержания в ШИЗО. И это было уже несколько раз, если не ошибаюсь, три раза за время нахождения его уже там за Полярным кругом. А это без того, в общем, в сложных условиях еще дополнительно. Больше 15 суток человек не может там находиться, и это уже, собственно, довольно-довольно серьезное испытание. Данные вот так подряд, конечно, все это переходит в пытку, безусловно. Безусловно, они виноваты в сокрытии сейчас сведений о реальных причинах смерти Алексея Навального. Я думаю, что именно они знают настоящие причины смерти, и я не думаю, что это связано с естественными причинами, иначе тело было бы выдано матери или, во всяком случае, предъявлено, предъявлено, хотим матери. Именно они виноваты в том, что тело скрыто. В том числе они. Здесь, конечно же, уже играют роль и сотрудники местного УФСБ, и сотрудники местного ГУФСИН, и сотрудники центрального аппарата ГУФСИН, и сотрудники центрального аппарата ФСБ, и администрация президента, и лично Владимир Путин, если уж так идти до конца. — Ольга, мы знаем, что Соединенные Штаты Америки анонсировали свой пакет санкций после убийства Алексея Навального. Вот немного с моей стороны спекуляция, но тем не менее, на ваш взгляд, какой ответ был бы разумным со стороны западных стран и чувствителен, в том числе и для ФСИН, на ваш взгляд? Есть ли вообще такой ответ и такой инструмент? — Ну, безусловно, такие ответы, такие инструменты есть. Я не знаю, насколько, в принципе, готовы к этому европейские и американские лидеры. Во-первых, одну из таких чувствительных вещей назвала вчера Юлия Навальная. Это, конечно, непризнание выборов грядущих и легитимными, и легальными. И это будет сделано, я уверена совершенно, это будет сделано, потому что и выборы 2018 года таковыми не признана проблема в том, что из этого следует, из этого следует нелегитимность Владимира Путина. А вот это, я думаю, что не признает никто. Владимир Путин останется легитимным президентом России по ряду обстоятельств, хотя бы потому, что у Путина в руках ядерная кнопка, и с этим человеком так или иначе приходится вести переговоры. И с его чиновниками, которых тоже приходится признавать, тоже приходится вести переговоры. Вторая вещь, не менее сильная, это, безусловно, наращивание, серьезное наращивание поставок оружия Украины, поскольку именно Украина в любом случае ведет сейчас борьбу с путинским режимом. Не оппозиция, не внутренняя, не внешняя, не российские партизаны, а именно Украина это делает. Она ведет борьбу именно с режимом Путина. Продолжение следует...